Приветствую вас, давайте распорим ваш вопрос. Моя девочка хочет ребенка, но категорически отказывается рожать от меня, так как у меня есть ребенок от первых отношений. Она считает, что справедливо, если она сделает искусственное оплодотворение в клинике от донора и предлагает принять этот факт и дальше рожать и жить в отношениях со мной. Если я не согласен, то предлагает расстаться. Я сказал, что это полная фигня, и ни один здоровый мужчина так не подпишется. А то, по мнению со стороны, обречены ли эти отношения. Нормально ли это такое требование или перебор? Мне кажется, я там временный. Смотрите, здесь, на мой взгляд, ситуация заключается в следующем. Вообще говоря. Во-первых, девочка имеет право, в общем и целом, поступать и действовать так, как она себя в нужном и хочет. Как бы это ее право. И высказывание о том, что ни один здоровый мужчина на такое не подпишется, ну, на мой взгляд, является несколько, скажем так, некорректным. Потому что все люди разные. И абсолютно все люди разные. И вот мне, например, как мужчине, на это было бы абсолютно все равно. То есть меня это никак не задевает. Считаю так, человек хочет, а на так ее право. Вот. Это первое. Второе. Есть. Ваша. Реакция. Если вам неприятно. Если для вас по вашим ценностям это кажется неприемлемым, то... Ваше право. В принципе. То есть ваши ценности, какими бы они ни были, тоже имеют, 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 ну, имеют значение. И значение имеет довольно серьезность. Вот. То есть, ну, грубо говоря, если вам что-то кажется неправильным, если что-то кажется неверным, если что-то кажется неприемлемым, вот, то имеет смысл это выражать. Так или иначе. Ну вот. Третий момент. Заключается в том, что вы как будто бы не уверены в себе. То есть вы говорите, что вот, ну, что вам кажется, что вы временные и так далее. Вот, мне кажется, что здесь речь идет о вашей неуверенности в себе. Вот. Мне кажется, что... Эээ... Речь здесь идет о том, что у вас есть трудности с самооценкой. Что вы не чувствуете себя как-то вот в пол... Ну, в полной мере... Цен... Цен. Вот. И это, на мой взгляд, проблематика, скорее, ваша. нечего ли чем... Девочка. Девочка здесь ни при чем. Как ни при чем и то, что подписчится на такое здоровый мужчина. Или нет? Вот. Понимаете, да? Дальше. Эээ... Как вы воспринимаете девочку? Ну, то есть... кто она для вас? Как вы ее... видите? Как... как... как вы... к ней... относитесь? И так далее. Вот. То есть, если вы... допустим, воспринимаете ее только как девочку, то это одно. Вот. Если вы... можете воспринимать ее как личность, это другое. Мне здесь... кажется, что... дети не являются центральной темой отношений. Понимаете? то есть... то есть... для меня... эээ... немного... странно... что вы... центрируетесь... как будто бы только на... детях. Понимаете, да? Вот это... то, что я... думаю... это... то есть... ну... подумайте... о том... на том ли вы фиксируетесь. Подумайте о том... на то ли вы... обращаете внимание. на то ли вы фиксируетесь. Ну вот. Подумайте об этом. Я думаю, что... это... раст. Вот. Такой... ответ... я бы мог вам... дать... с точки... зрения... психологии. Вот. И... с точки... с точки зрения... психотерапии. Если у вас действительно есть проблемы с самооценкой, то имеет смысл с этим поработать отдельно. Девочке это ни при чем. Если вам требуется разобраться в себе со своими ценностями, понять, какие они, то тоже можно поисследовать. Но лучше всего вам вместе с девочкой обратиться к психологу на семейную парную консультацию и во всем разобраться и поговорить. Вполне возможно, что из-за вашей позиции, из-за ее позиции кроется что-то совсем другое. Что-то не связанное с тем, о чем вы оба говорите. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго.